Так. Доброе утро, Татьяна! Итак, начинаем. Все вступительные словечки сказал. Сегодня программа Работа. Если совсем уж так, совсем-совсем-совсем коротко, то программа Работа это... В задании мы прописали себе желаемые результаты, а теперь следующий шаг. Мы в программе прописываем способы, как мы эти результаты будем получать. Если там цель, в задании цель прописана, дай уровни, дай размылы, то в программе написан путь, как я буду это получать, какие проблемы, какие дополнительные условия дает нам природа или наша организация, или вообще там изученность. Сейчас мы как раз как-то мы перейдем. Вот. Для того, чтобы... То есть мы поняли, что надо наивысший уровень воды. И мы знаем, что мы наивысший уровень воды можем получать, скажем, десятью способами. Одиннадцать, по-моему, я насчитывал. А может быть, их вообще-то и двадцать. Но мы всегда обычно считаем там двумя-тремя, но все же, да, нас же решить, каким из этих двух, трех или одиннадцати способов мы будем эти уровни получать. И вот мы эти программы выясняем. Да, в данном случае, вот такой программу формирует заказчик или я. О, отлично. Кстати, это сейчас будет... Джамиля, на этот вопрос я сегодня отвечу. Если коротко, вот это мой косяк был по заданию, коллеги. В задании я неправильно все рассказал вам. Почему? Потому что, помните, до этого я вам рассказывал о структуре организации. Рассказывал, что вот у нас есть организатор изыскания вообще в рамках организации. У нас есть организатор, ну, соответственно, такой сущностный выполнятор, ну, ответственный исполнитель, ведущий инженер, ведущий гидролог, который ответственен и выполняет, и делает непосредственно объект. И есть просто выполнятор, который просто считает, просто что-то делает. А потом, когда мы с вами рассматривали задание два дня, два часа, почему-то вот я тогда на этот вопрос не ответил, Джамиль, да? Кто именно делает задание? Вот. Ну что-то как-то разорвано получилось с предыдущими нашими темой, когда мы выстраивали структуру вот так, такую пока бездействующую, а потом вот начали идти уже вот так, да, во времени, что последовательно делать. И вот мы уже делали с вами, обсуждали эти задания, и там я не отвечал на этот вопрос и не ставил четко. А вот кто его делает, кто его формирует, кто его подписывает, кто его согласовывает, да? Вот этот вопрос, Джамиль, большое спасибо, что вы его задали сейчас по программе работ, а по техническому заданию мы этот вопрос что-то не очень-то и ставили. Ну немножко ставили, потому что даже еще в рамках того, когда, помните, табличка была, вот надо было так оттуда перетянуть ее, где мы писали, за что отвечает каждый, что-что, на каком этапе, что по документам делает каждый из них. Была такая табличка, и там большая, а потом из них мы вырезали куски, и вот, и там было написано, там было написано, что есть реальность, и есть формальность. Формально по нормативным документам, в частности по Градустративному кодексу, это потом повторяется в СП по изысканиям, потом это повторяется, или, по-моему, даже не повторяется, подразумевается в СП по инженерной гидромея от изысканиям, очень четко написано, что задание выдает заказчик. Задание. А мы, типа, смотрим, там, соглашаемся, утрясаем, то есть мы его согласуем. И так и оформляется, коллеги. Оформляется наоборот. Программа, вот шапка, вот эти печати, в задании и в программе работ наоборот. Так как формальное техническое задание выдает заказчик, то он его утверждает и нам выдает с печатью, с подписью. А мы его, как исполнители, согласуем. А программа, это внутренний документ организации, поэтому его формируют. Вот все с программой, следующий, второй наш шаг, да, где мы выясняем, как мы это будем получать. Формируем уже сами мы, поэтому мы его утверждаем, мы его формируем, вот программу работы. Мы его утверждаем, наш там руководитель, или бывает другой человек, там, замруководитель, главный инженер. И наоборот, мы его потом уже предоставляем заказчику, и он его согласует, потому что он его просто согласует. Он просто говорит, ну да, молодцы, вы правильным путем идете, вы правильно нашли пути, достижения, цели. Он утвердил цели в техническом задании, а вы согласовали цели. А программе работ, вы утвердили пути достижения целей, и он их согласовал. Это вот, если коротко, правда опять получилось длинно, и вот программу работ формируем мы, или вы, Джамиля. Ну, не совсем так, понятно, спасибо, не совсем так, потому что, если опять же вернуться к иерархии в организации, вот если у вас организация совсем маленькая, если у вас есть генеральный директор, и вы, то да, тогда программу делаете вы, но тогда вы уже не исполнитель, тогда вы не выполнятор, тогда вы не инженер-гидролог, тогда вы главный гидролог, тогда вы организатор работ инженерно-гидрометеорологических в рамках этой организации. У вас должны быть не только эти обязанности формировать программу работ, но и возможности ее формировать. А для того, чтобы была возможность формировать, у вас должно быть понимание возможностей организации. Потому что программа работает, там будут перечислены те условия, которые нас загоняют в рамки уже реальных решений, вот в данных случаях, в этих рамках. Вот так мы будем получать вот эти же на высшем уровне воды. Не всегда это обработка рядов, не всегда это куфункционатаж, не всегда это опрос на местных жителей, не всегда это какой-то гидравлический расчет через плотину. Вот не всегда. Всегда это по-разному. И вот надо это и выяснить. Программа работ делает вообще-то два человека. Если у вас есть и в вашей организации, и человек, и люди, которые выполняют функцию организации гидрометеорологических изысканий в рамках всей вашей организации, у вас, например, два, две работы идет одновременно, или десять работ, или одна, или пятьсот работ одновременно идет. И вот этот человек, он обозревает все. Он распределяет ресурсы людей, материалы, карты, вертушки, машины, вертолеты, деньги, время, занятость. Он все это распределяет. Поэтому и он принимает участие в разработке программы работ, потому что он же должен все это понимать. А у нас в институте я пишу ее вместе с начальником отдела, исходя из принятых проектов решений. Правильно, 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 правильно. То есть вы, наверное, ответственный исполнитель, вы, наверное, фактически, ну, это соответствует обычному условному, не обязательно, должности, там, ведущий инженер, ведущий инженер-гидровод. Вы будете выполнять эту работу. Следующий шаг у нас будет, ну, не следующий, а там, основной, далее-далее будет через следующий шаг, это уже непосредственно формирование отчета, выполнение вот этих работ. Вот вы будете их выполнять, вы будете реализовывать программу работы, значит, совершенно понятно, что вы ее и формируете, эту программу работы. Это четко. Вот, но это идеально, что вы пишете с начальником отдела, потому что он-то как раз и есть вот этот вот распорядитель средств. Потому что он, вы говорите, мне для выполнения этой работы нужно два вертолета, 100 миллионов рублей, 5 лет, все карты по Удмуртии, вот, и, в общем, перечисляйте ему все с требования, да. И вы говорите, вот, если вы все мне это дадите, то я все сделаю. Вот, вот эта программа работы, она будет выполнена за эти сроки, за 5 лет, за эти деньги, за 5 миллионов, 500 миллионов рублей. А он говорит, нет. Он говорит, у нас в организации выделено на эту работу всего 50 тысяч рублей, вертолетов у нас нет, пойдете пешком, вот, и вы с ним, значит, вот вместе пишете, да, таким образом. Вот, с учетом не только тех ограничений, которые были прописаны в задании, а какие были, помните, это мы как раз вот вчера и позавчера говорили, все так и есть. О, ну и отлично, вот, значит, у вас все реализовано, ну, логично, коллеги, если это для вас очевидно, ну и отлично, значит, у вас хорошо организована, ну, вообще, вот, подготовка к выполнению гидрометозыскания, выполнение. А сейчас у нас планирование, и все вместе, все вместе, это и есть гидрометозыскание. Это уже гидрометозыскание, формирование технического задания, формирование программы работы, это уже изыскание, просто этап планирования. Это, вообще-то, самый важный, самый ключевой, на мой взгляд, этап вот этот, подготовительный. Вот. Так. Так, так, так. Спасибо. Так, соответственно, все еще помню, что Джамиль же написал программу, формирование заказчика Илья, вот, 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 как у Ольги, Джамиль, вот так.